О, ну чё там у вас творится-то там? Да так, слава Богу, живём потихоньку. Луганск-то у вас всё теперь, республика отдельная? Да я ещё не знаю, это хотел посмотреть новость, это пришло с работы. Слышат там, говорят, но я всё не видел. Донецк, Донецк там провозгласил себя независимой республикой. Как вы там поживаете? Ты маленько отступи назад, лицом. Вот так, да? Нет, нет, только теперь голова высоко как-то, чтобы... Нет, пониже, но подальше. Вот так, вот, а теперь так отступись, чтобы нормально было видно, вот как меня. Ты очень близко сидишь, весь экран закрыл. А теперь, ну, мешает это тебе. Вот так. Вот так, вот теперь, чтобы лицо было видно, тебе надо камеру маленько приподнять кверху, чтобы направлена она была. Вот ещё маловато, ещё, наклони кверху, ты виден только до лба. А так, да? Да, ну, почти так, ну, маловато всё равно. А ты разве сам себя не видишь? Вижу, только глаза, лоб закрытые. Ну, вот тут и оно. Ну, так ты направь, как вот у меня-то она направлена. Вроде так. Ну, маленько, сейчас ты никак не можешь её сделать. Ладно. Ты мне расскажи, как там Лидия-то, это, к эговистам-то ходила-то, как она? Она так и осталась в эговистах. Она ничего не хочет слушать. Ага. Ну, полоти, ваши берёт читать в библиотеке. Вот, а так она, ну, это бесполезно говорить с ней, она на своей волне. Так, маленько подальше, отступись, а то всё в экран. Во-во-во. Так, а девочка, как её? Люда, та хорошая девочка. Она ходит в церковь, с нами общается, смотрит ваши ролики, к ним читает. Хорошая. Она ходит, она хорошая. А исповедь ходит, причащается? Да, да. Игнать Игнатьевич, я приболел, у меня нога вот. Нижний сустав на левой ноге, я не могу на ногу вставать. Прошу молитву ваши, не знаю, с чего это и как, уже 4 месяца. Потихоньку, потихоньку. Вроде перелома нет, а мышца, которая сустав держит, она воспалена. Я понял. Эти препараты применяешь в больнице, она не помогает ничего. А в чём она заключается? Кость болит или кожа? В суставе внутри, вот я стою, она как иголками колет. И не изгибается в суставе, боли, боли. А что она, повреждённо было, удар какой или просто так? Ни удара не было, я так думаю, что это физическая перенагрузка. Я там в зиму, мы там копали канализацию, может, накрубил мышцу. Подальше головой, вот так. Так я думаю, рентгеном просветили, говорили, состав нормальный. А мышца воспалённая, которая держит сустав. Хорошо, я буду помнить. И далее эти уколы. Но когда укол сделаешь, оно не болеет. Укол вышел, оно обратно болеет. Я же ничего не делаю. Только так мазю, мазю. И такими народными методами капусту прилагаю на ночь. Капусту. Ладно, это не надо мне, это мази эти мази. Ты другое скажи. Вы относитесь к западной или к восточной Украине? Восточной. Ну, восток. Значит, ваша дальнейшая жизнь может быть маленько по-другому. Что-то там сильно ваши люди противятся западной Украине-то. Да, конечно. Мы бы хотели туда к вам в Россию. Их там называют бандеровцами, фашистами. Да, да. Да. Я там собрал несколько копейку, я тоже боюсь, как переслать. Ты подальше, Александр. Ты закрываешь весь экран. Там много дальше надо. Я услышу вас, к экрану не надо. И маленько подними, опять голова закрывается. Все время сам себя смотри, чтобы голова была открыта. Так, ты посмотри на меня, у меня кто стоит. Рядом Володя, мы все снимаем. Так что у нас будет новый ролик. Во! Теперь многовато маленько. Еще наоборот теперь сделай. Вот так. И назад отступись. Во! Так. Ну, слава Христу! У вас какая сейчас там погода? Уже, наверное, скоро яблоки засветут. Да, уже цветут. Уже посадили город, тепло. Уже прикосы цветут, яблони. Хорошая погода. Понятно. Вы как-то говорили о том, чтобы нам на дорогу попытаться помочь. Я сказал, к маю месяцу. К маю месяцу. Там другим объявить, если смогут. Наше путешествие будет самое длинное, самое дорогое и самое продолжительное. Мы уже собрали, да. Нас собираются, прислали приглашение из Англии. Очень сильно приглашают. А они в шенгенской зоне не состоят. Если мы получим на шенген визу, они у нас уже виза, это сказать, документы отправлены. И мы получим туда, то мы поедем туда. То есть мы пройдем через Украину. И хотя... Возле нас не будете проезжать? Нет, никак, никак. Мы должны попасть в Воронеж. В Воронеж обязательно. Где в прошлом году были в Ростовской области. И сразу через Украину возле Крыма. И пройти на Румынию. Ну а дальше нам первое государство, это будет Греция. Ну как, это с Крыма на Румынию. Куда? Через Адесу? Ну, в Адесу заезжать мы нигде не будем. Нам не до этого. У нас график очень плотный будет. А, понял. Нам нужно попасть в Грецию. Там ждут нас. А из Греции в Италию тогда переплываем. А потом там посмотрим, по центру несколько государств посетим и сразу в Англию если откроют. А потом уже повернем на Францию, Испанию и Португалию. Если мы оттуда живые выйдем, тогда идем с севером на Данию и на Скандинавию. Ну это я ролики ваши видел, я знаю, да. Я каждый день смотрю ролики. У нас есть чем пойти и нас ожидают во многих местах. Да, да, да. Это мы людям оставим память. Да. От моря и до моря. Хорошее дело, да. Вот так. Вы собираетесь, кроме богослужения в храме-то? Ну редко, редко собираемся, потому что такие у нас люди разрозненные. Каждый так по себе сам. Ну влияние, наверное, батюшки. Они там, те, которые церковные, это с ними трудно разговаривать. А те, которые так что-то ищут истину, то с ними легче. Ну на нашей библиотеке есть доступ до книг. Никто не перекрыл, там канал люди берут. Не сильно, но есть читающие. А вот были где мы в Первомайском, там отец Анатолий и другие батюшки-то хорошо принимали-то? Да, да, я был у них. Они тоже там собирают копейку. Вот. Они, да. Отношение их какое? Очень хорошее. Очень хорошее. Там люди книги тоже читают, берут. А мне там один человек рассказывал, как сын Януковича у какого-то предпринимателя, который много земли имеет-то, отбирать пытался на поле. Ты эту историю знаешь? Да, да. А как этого сына Януковича звать? А я не знаю, старший или меньший, не знаю. А сколько у того человека гектаров земли, не знаешь? Эти подробностей не знаю, но знаю, что много. Он там помогал людям, и не только людям, и организациям, там, школам, садикам. Он такой добродетель. Добродетели? А и сын Януковича хотели отнять? Да, да. Я такое слышал, но лично не видел. Угу. Ну, видишь как, жизнь-то поворачивается. Янукович там потерял почти все. Да, да, да. А мы за всех молимся, Александр. За всех. И за Юлию Тимошенко, и за Александра Турчинова, и за Арсения, если не какого-то... За всех. Это тоже, тоже молимся, да. Нам делить не еще. А вот у меня как-то в голове не складывается, что Украина там где-то... Мы для нас, мы все одинаковые, настолько родные и близкие. Да, да. Алло. А? Иди бегом сюда. Иди бегом. Инатий Тихонович, иди бегом. Сейчас жена моя прибежит. Ну, ладно, ладно. Подальше маленько отступись, а то потом будет только одни губы видать. Ладно. Мы вас каждый день поминаем в молитвах и ваше содружество. А ты видел после этого, мы ездили как в Грузии-то были, ролики в Грузии. Я все ролики пересмотрел. Ну, вот. Видите, у нас тут появился новый человек, болящий Сергей. А я знаю, я видел, да. Вот. Он уже 12 лет лежит парализованный. Да, хороший парень, да. Очень хороший, очень. Это Господь его послал. Да. Он там столько помогает, даже не выскажешь. Главное, болящий тянет нас всех. Он за трех мужиков работает. Да. Удивительно, Бог как устроил эту встречу. Он говорил, я, говорит, сам не знаю, еще, говорит, живу. Какое-то большое дело впереди было назначено Богом. Вот и вот встретились. Это Бог определенно уже. Мы так сроднились, как будто мы всю жизнь вместе жили. Да. У нас тут новые люди. Вот там заходят иногда, посмотри, Соболев и Юра. Да, видел, да, да. Преподаватель в университете, в академии. Он говорит, я как член семьи, общины вашей. Так, да. Да. Это Бог устроил. У нас столько новых знакомых появилось. Тут вчера только с одной женщиной с Донецка. У вас моя жена, садись. Ну, давай. Давай, садись. Маленько поговорим. Мы помним вашу любовь. Мы побыли у вас, сохранили все это в сердце нашем. А вы так нахилили в нас остаться, побеседовать за нами. Я так хила с вами побеседовать о жизни, о спасении души. Вот так. А вот как там батюшка Владимир-то, к которому мы съездили с матушкой-то? Как он? Хорошо, нормально, но вы старенький уже, ему тяжело. Понятно. Они нам меду-то дали, трехлитровую банку она выявила. Так мы ее разделили на три части. А я живу двое, потом еще половину. У меня к тебе попал на сайт не соскать. У них мед-то свой? Мед свой у них? Да, да. Он без всякой подмеси? У нас все свое. Понятно. Дело в том, что я его употребляю на лекарство. На лекарство. Натуральный. У меня повредился глаз, и мне его развонять надо, и я все время закапываю. Да, да, натуральный. Натуральный мой. Просто ведь и то, далеко от нас, мы вам что можем передать? Приезжайте до нас. Мы будем проезжать и по югу нынче. Александр вам расскажет, я скажу как. Вы только помните, что у нас путешествие будет самое длительное. Если Господь благословит. Да, хай Бог вам помогает, дает здоровье, силы. Да. А нас посмолимся. Да, потому что это тяжело. Это тяжело. Ну, в среднем, если Господь благословит, у нас будет где-то около 40 тысяч километров. Это по экватору земной шар даже объехать. И у нас должно быть встреч примерно 130 в разных городах. Мы потом, если вернемся с Прибалтики, то пойдем на север. Санкт-Петербург, Мурманск. Хотим там захватить. А у меня книга остается только на один год, на следующий. Если будет еще жизнь продлена. Потому что, видите, какая обстановка-то. Да. Да. А ты, Александр, я сейчас спрошу. Саша, ты не видел? Тут женщина одна с Донецка зашла ко мне. Башкова. Елена. Нет, не видел. А ты посмотри со своими. Вам будет очень полезно. Она была много у сектанта праздных. Пришла сейчас в православие. Какая она радостная. Тем более... Это ролик когда-то. Ну, поставили его... Да где мы поставили-то? Наверное, в воскресенье поставили. Да, да, да. Я все хорошо посмотрел. Вчера посмотри. Да. С праздником вас. С праздником вас. Спасибо Христос. Да. Я хочу вам сказать за сектантов. Вот Алида, что приходила. Вона так и не каится. Вона ничего не робит для спасения. Так она в их секту иди туда. И туда она вот иди, и его вести, и все. Иисус Христос для них не Бог. Кажу, и же Бог написано. Все естественный Бог. Нет другого имени под небом данного человека, которому нам нужно было спастись. Да. Она каже, и Клова, и все. И вот что? Надо беречь то, что имеем. А дочка, оця Люда, Люда худенькая. Это вона в православие иди. А мама вот это такая в их домах. Понимаете, яке? И нельзя. И человек больной, и не кажется психически ненормальным. Ну а как считать нормальным, человек, который вместо глаз желает иметь закрытое место, он на свет не хочет смотреть? Да. Ты любому из них спроси. Не соображай, ягод. Не соображай. Мы только молиться будем, от нас еще не зависит. У них выпал такой жеребий. Это могло быть наш жеребий, мы такие бы были. Ты благодари Богу, что нас Бог хранит в святой православной вере. Да. Ты только благодари. Их не осуди, потому что вот такое ему жеребий выпал. Я не осуждаю, мне просто жалко. Да. Жалко, что человек видит. А ты понимаешь, он не соображает. Они кажут, читаешь зевалия, у них даже Библия спередила нам их стихи, не так, как у нас написано. Они кажут, распятый на столбе, не на кресте. Да ладно, знаю. Как же написано, когда написано в Евангелии, прямо и возложили крест на Симона Кириньянина. Крест. А они твои кажутся, нельзя ничего доказать. А что доказывать-то? У ней помутнение ума. Когда написано прямо крест, взял крест. И слово распятый касается о кресте. И сохранились в катакомбах, катакомбах первого века, изображения крестов. Перед крестом юноша нарисован, первый век. И все святые отцы с первого века показывают на крест. Что вы думаете? Вы не им там внушают так сильно? Мы им кажем, я им кажу. Я читала, что ваша секта у нас в Украине в 1939 году, как шпионы американские появились у нас на Украине. А где они раньше были? А она говорит, а мы идем до апостолов. А вы спросите, скажите, вот вы говорите, что он был на столбе. Во втором веке или в первом, кто так верил, что на столбе? Что руки не были раскинуты. Когда говорят, чтобы нам познать любовь Божию, превосходящую всякое разумение, что значит высота и глубина, широта и высота. Иоанн Затаус говорит, что широта – это Христос раскинул руки, чтобы с креста захватить всех, идущих широким погибельным путем. Спасти. Да, спасти. Значит, все они верили, что крест, крест всегда был. И у священников крест. И на могилах крест, и на скорой помощи крест, но не столб. Да, да. У нее родители вообще-то на кладбище. Просто у нее 23 года, как мамы, нет. Ну да. А просто холмик нет, ни Христа, ничего. Они не христиане, это не христианская секта. Они Библию отвергли, написали свой новый всемирный перевод. Я знаю, там ничего нету божественного. Они, главное, все, где не сходится, где говорится, что он есть Бог, они подставляют другие слова совершенно. Да, да, да. Так все, а мы больше говорить не будем. Давайте поговорим о себе. О, вот вам тут все сказано. Показывает Новый Завет Александр. Ну-ка, покажи еще. Поставь перед собой его. Это у меня библиотека, тут все книги ваши. Вот, все книги. Понятно? Вот она где. Вот тут сокровище, так сокровище. Понятно? Тут все есть. Или чтоб не упало? Ну ладно, да ладно. А тут я ее закрыл, мне не видно. Садись. Так. А как там Антонина с Михаилом-то, старенькие? Вот это ваша распечатанность интернета, темы там разные, тут вот про бессы, богослужения, тут разные вот это. Это я все переплетаю по вашему методу. Ой-ой-ой, вот это работа. Ты смотри. Это ты с сайта берешь? Да, да, с форума вашего. Это с сайта из форума? Да, да. А на сайте там 4124, вот вы смотри, сколько тома целый, гляди. Да, я... Переплетается все. Вообще, вы молодцы. Так, Александр, ты садись давай, я тебя увижу. Пусть садится рядом хозяйка. Нет, я покажу. Вот. Вы смотрите, чтобы ее было видно маленько, около головы его так, поближе сядьте. Этим батюшкам-то поклон передавай. Кто там были-то с Анатолием-то? Да, Александр еще был отец. Я передам обязательно. Скажите, что мы помним, ваше дорогое для нас содружество. А Михаил-то с Антониной там как? Плохо. Ну понятно, что плохо. Плохо, совершенно плохо. Им уже 93-91 год. Да. Они уже гать не могут. Ты уже склероз старческий, они уже не соображают. Мучаются, они бедны. Ты что-то пролил там, что ли? Да, кружка перетела с водой. А, наверное, в кружке была ложка, да? Нет. Знаете, тихо на ручку. А, видите, я хочу такой вопрос сказать. Вот они старенькие, в двух живут по 90 лет, да? И в них нет детей, наследства нет. А свою хату там рухлят. Вы же видели, какая в их хата? Они не могут ее оставить никому. То одни в них будут не нравятся. Я не осуждаю, но это так. Тоді други пришли. Там несколько, сколько раз люди менялися. Интересно, интересно даже. Они не можут свое наследство оставить таким людям, чтобы их вы доглядели. Вони все время меняют свое мнение, что не так, не так. Понимаете? То есть они завещание не сделали? Не-а, я хочу до чего сказать. Что они привязаны до земли, до земного. Даже интересно. Умираем его, умираем, а до земного привязаны и все. Интересно, вы поближе к Александру головой, то вас не видно. Вот так вот. Вот. И говоришь, что умирает человек уже, а все равно такая рухлядь, не здание такое красивое, а не может оставить. А который за ними-то там ухаживает-то, батюшка-то, как он? А что с ним они никак не наладить в отношениях? Я не знаю, если батюшка лет. Там уже несколько раз люди лягли. Интересно. Просто я до чего, что мы привязаны к земной жизни. И от нам тяжело расстаться. Понимаете? Да. А вы вот познакомьтесь с этим юношей, вот со мной сидит Владимир. Вот он снимает вас. Вы потом этот ролик посмотрите. Так вот, у меня все подписано, а он в завещании записан. Меня не будет, а он также будет в интернет выходить и все. Как будто я никуда не ушел. Правильно, потому что его ж надо здесь передать кому-то. Хорошие руки, правильно? А да, конечно. Но с собой не заберешь? Да как не заберешь? Надо радоваться, после нас будут тут люди верующие, ангелы петь будут. Да. Мы были у Тамары Александровны, так у них какая-то девушка живет там. Да, да, да. У Анны, у Анны в Одессе. Да, да, да. Она их наблюдает, да. Да. Украина в нашей молитве все время. Спаси Христос. Мы болимся. Я думаю, вот спрашивают, говорят, за что? За то, что у них были разные гей-парады, эти срамцы. Но я думаю, не это только главное. Главное, Украина сделалась как рассадник всяких ересей. Все ереси там, какие только вот сейчас нету, Украина там, у них центр, центр. А оттуда уже расползается эта пакость. А секта Иегов, Кировиста, у вас запрещена в России? Есть, полно. Но у вас там другие, из которых нет, там этот Сандей, там Журавлев. Это все, все у вас там на Украине. Страшно. Деньги все мамона. Я все говорю, мамона? Украина нам большую пакость тут делала, батюшка. Приезжают священники, все бритые, не крещеные, не крещеные, а моченые только. И они крещение портят все. Вот в чем дело-то. И ничего нельзя изменить. Изменить ничего нельзя. Да? Ну а что сделаешь-то тут? Они, как говорят, в армии, если хохол, то он, говорит, без лычки домой не уйдет. У нас всегда так говорили. Обязательно должен быть начальничком, хоть маленьким. А мы тут простодыры, мы ничего не понимаем. Что тут у тебя это такое? Это толкование на откровение. Это в вашей пленке оригинал. Три кассеты. Ой-ой-ой. Вот это да. Оригинал. Сражаясь со словом. Так а теперь-то откровение у тебя все там в этой, в третьей книге. Нового Завета. Это в записи. Это в записи. А кто записи переписал? А я когда был у вас, вы мне дали. Это было в 80... 90-й год. В 90-м году, да? Да. Когда мы с Василием Толстенко учились переплетному делать... Не, на год 89-м. В 89-м. Вот это оригинал. Три кассеты от толкования на откровение. Это я Вас учил переплету? Да. Вот это я по-вашему методики на работе. Меня кругом не пускают на пенсии. Говорит, оставайся, надо работать. Я их обшиваю. Это хорошо. Когда человек нужный, у него много специальностей, все полезные. Что он там спрятался-то? Пусть плечо, голову-то на плечо положит. Вот. Вот так дело другое. У него нога болит, и вы не можете идти на пенсию. А его не отпускают. На работе. Саня, то так. Понятно. Человек хороший в мене муж. Да. Видите, как нас Господь Христос сроднил. Это Он сроднил кровью своей, объединил нас. И мы как будто бы в одном месте живем. А вы знаете, это, Александр, 13-й, запиши, пророк Исаия. Пророк Исаию. 13-я глава. 14-й стих. 13-я глава, 14-й. 13-й глава, 14-й стих. Написано, все народы побегут к своему народу. Если вас будут там давить, гнать, вы знаете, что вы на улице не останетесь. Спасибо. Вы, друзья, вы в деревню поедете, то вы будете жить, огород, скотину там, держи у нас, вот. Все полно. И друзья, храм, единодушие. Так что вы ни грамма не думайте. И даже других людей набирайте там, ну, примерно семей 100. Семей 100 можете набирать и приезжать. Человек-то 70, мы сразу на квартиру поставим. Мы постепенно дома построим, какие хотите. Мы вас знаем. Сын мой, Павел, собирается к вам, хочет переехать. Пашка, Пашка наш. У него какая семья? Дочка одна. Ну, вот пускай на меня выходит в Мэйл.ру. В моем мире. Это мы поговорим. Если переезжать, то это надо сейчас весной, чтобы сразу огород посадить, все. Чтобы у него к осени там полный урожай был. А у нас, у старосты-то, у него 190 гектар. Ему помощник нужен. Он у старосты, у батюшки до 100 вещек. Другой свиней держит до 100 свиней. У старосты 30 крупного рогатого скота. У него 6 тракторов. Это все на месте здесь заработано. Земля плодородная. Ты не думай, что в Сибирь тут все время холода. Летом температура бывает под 40 градусов жиры. Да, но лето короткое. Ну, короткое, не короткое. Все вырастает у нас. Пшеница растет, всякие злаки. Пчелы мед собирают. Помидоры. Да, и помидоры у нас, и огурцы, и арбузы, и дыни вырастают. Ну, и снова могут. У нас тут вишня есть, яблоки растут, виноград растет. Погода сейчас стала мягче. У нас холодно, у нас холодно. Ну, у вас температура в государстве холодная. А у нас, видите как, у нас тишина, покой. У нас в религиозном плане очень хорошая обстановка. У нас хорошее отношение с мусульманами, со всеми. У нас тихо-тихо жизнь идет. Мы просто идем, свидетельствуем, едем везде. Вы про нас не услышите там, что мы про вас слышим. Что бросаются горючей смесью, там это, коктейли молотого, сжигают живьем людей, камнями бьют. У нас этого нету. Бог милует по сегодняшний день. Так что, вы знаете, если будет невыносимо трудно, вы тут с голоду не умрете. Это уже заранее, знаете. Спасибо. Спасибо, Христос. Вы своим друзьям это скажите. Скажите, у нас есть такой прекрасный уголок обетованной земли. Здесь люди, сибиряки, славятся добродушием, гостеприимством. Сибирское гостеприимство по всему миру известно. Мы простые-простые все люди-то. Любое, откуда приходит, нас бывает обманут, а нам нужды нет. У нас всего много. Мы живем скотина, батюшка, представь, священник около ста баранов держит. Он сам все делает. Ему не надо ходить, попрошайничать. Труженики, да? Да, у нас труженики все работают. 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 Батюшка, кулон передавать, отсюда к ему. Конечно. Да, да. В нашей доменевке. Вы соберитесь вместе как-нибудь. И у вас какие вопросы есть, запишите. И выйдите на меня в понедельник, вторник. И возьмите, один раз в неделю выходите. Какие вопросы простые, которые даже в книгах у меня есть. У меня нету. Свои, домашние. А какое время лучше? А вот, которое сейчас. На один час пораньше. Заметьте, сколько. На час, ну, на полтора часа пораньше. Сейчас я погляжу. Да, да. Да, может, часа на два пораньше. На два лучше. Ну, часов в девять, например. Да. У нас это девять. А у вас будет, я не знаю, на Украине это. Почти. На шесть. Четыре часа будет. Пять. На шесть. Шесть часов он будет. Пять. На четыре часа разница. Ну, вот все. Давайте прощаться. Спасибо. Храни вас Господь. А я как увидел, у меня компьютер брехнул. Он написан, от Сихоцки в сети. Я думаю, дай я ему нажму. Нажал, он услыхал. А мы вас ждали. Я обычно никому не звоню. Я бестолковый в этом деле. А у меня друзья... А мы не хотим вас беспокоить. Может быть, вы звоните. О, это забудьте про это. Это мне не беспокоится, а в радость. Я говорю, давай позвоним. Не надо, не надо. Вот сюда выходите. Только выходите несколько человек, друзей пригласите. И по одному садятся, пускай вопросы задают. А я вам отвечать буду. Хорошо, мы пригласим. Спасибо вам. Да, да. До свидания. Все, до свидания. Выключай. Спаси Христос. За радостный день в Благовещении. Дал Господь нам встретить. Это наши друзья. Слава тебе Господи. Вот это да. Давай булькой там ее, выключай. Он сам не умеет. Отключайте сами. Только не так. Трубку надо положить. Где ему там нажать-то, посмотри. Вот здесь нажмите, вот. Мы где нажать? Да. Саша, ты нажал? Все. Он такой же, как и вы. Он не знает, где нажать. Не знает, а записался. О, дивный Господь. Это самый Саша Цихоцкий. Он приезжал, тут крещение принимал. У него столько друзей отовсюду. Он добрый-добрый. Его сын у меня в лагере был. А я начал раздеваться, уже глядя на ночь. Надо же. Смотри, 30 минут мы проговорили с ним. А жена его какая. Они до того добрые. Вот окружили нас, там толкают в карманы все. В саду пошли, еще растет. В прошлом году мы у них были. Трое. Да благословит их Господь. Давай, скачивай, поведем. Субтитры создавал DimaTorzok